Здравствуйте! В эфире Разворот Сызрани, в студии ведущий Валентин Красавин. Хотим мы того или нет, всем нам приходится принимать правила той игры, которая диктует нам социум города. Конечно же, у каждого из нас есть право плюнуть на осточертевшие проблемы городского жителя, и подобно семье Лыковых уйти в отшельники куда-нибудь в тайгу. Но таковы примеры единичные, таких людей сейчас найти практически невозможно. Не получается, что мы по собственной воле продолжаем оставаться горожанами, принимаем правила игры города, но в то же время вечно чем-то недовольны, ругаем власть, грешим на ЖКХ, протестуем против качества дорог. Словом, мы играем свою роль городского жителя, и подобно герою Ильфа и Петрова все время повторяем. А может быть, так оно и надо, может быть, именно в этом великая сермяжная правда. А поговорим мы сегодня о сермяжной правде, то есть правде без прикрас, нашего соседа, города Октябрьска. И тема сегодняшней программы звучит «Город Октябрьск. Плюсы и минусы». Я с удовольствием представляю наших гостей в студии. Это юрист, депутат Думы городского округа Октябрьск Анатолий Евгеньевич Черный. Добрый день, уважаемые радиоуслышатели. И его сегодняшний оппонент, председатель общественной организации «Чистый город» Виктор Владимирович Русин. Здравствуйте. Я напомню, что у нас работают телефоны прямой линии 98-46-46. Звоните, задавайте свои вопросы. И также мы определяем вопрос для голосования. То есть вопрос сегодня будет очень простой. Кого из наших гостей вы поддержите? Поддержите? Чью точку зрения вы разделяете? Если это Анатолий Евгеньевич Черный, телефон 916-416. Если это Русин, телефон 916-417. Звонок бесплатный. Ну и первый вопрос, наверное, будет общий такой к вам, к обоим. Как вы можете вкратце охарактеризовать положение дел в городе Октябрьске на сегодняшний день? Кто начнет? Уважаемые радиослушатели, хотел бы сказать, что город Октябрьск, да, он ничем не отличается от всей страны. Он является ярким отражением той ситуации, которая происходит в стране, тех экономических тенденций, которые в этой стране мы видим. И поэтому, да, в момент экономического кризиса было снижение экономических показателей города Октябрьска. Это почувствовали и жители города Октябрьска в связи с уменьшением бюджета и так далее и тому подобное. На сегодняшний момент я считаю, что за 10, 11 и 12 годы город Октябрьск начинает опять развиваться. У города Октябрьска есть перспективы и город Октябрьск нужно и будут вкладывать деньги инвесторы. Потому что есть площадки реальные под развитие, есть реальные проекты, которые... Есть понимание на всех уровнях власти о том, что Октябрьск будет развиваться как малый город. Этому мы видим подтверждение в том, что правительство Самарской области приняло решение придать статус моногорода, городу Октябрьск. В связи с этим мы получили для инвесторов определенные льготы налоговые, которые будут реализованы. Виктор Владимирович. Город Октябрьск. Мой родной город. Я его люблю. Плюсы и минусы. Плюсы то, что город на Волге, а минусы то, что за протяжедшие 10 лет стабильность развития у нас переросла в стабильность застоя. А этот стабильность застоя превратился в то, что мы потихоньку и медленно тонем. А заключается в том, что жители не принимают участия в жизни города. Они ждут, что кто-то им поможет. И в итоге у нас только воздвигли мы себе памятник нерукотворный, который возвышается над городом. Это свалка, которая 10 лет дымила и дымила. Все про нее знали, а как оказалось, что она незаконна. Поэтому я надеюсь, что город у нас развернется при участии всех жителей города Октябрьска, которые будут свои права защищать. Нельзя реализовывать свои права, нарушая права других. Ну, к свалке мы вернемся отдельным блоком. То есть без этого никак. Я напомню, телефон прямого эфира 98-46-46. Вы можете звонить, задавать свои вопросы нашим гостям. Ну, вот смотрите, в рейтинге муниципалитетов за 2011 год Октябрьск был на последнем месте в сфере здравоохранения. Извинилась ли ситуация на сегодняшний момент? Какие-то сдвиги есть в этой сфере? Анатолий Евгеньевич. Я считаю, что сдвиги есть и сдвиги существенные. Ну, давайте начнем с того, что с 1 января 2012 года все здравоохранение переходит под эгиду области. В том числе и городская больница, в том числе и скорая медицинская помощь. Финансирование осуществляется из области. Есть и проблемы у здравоохранения, да? Это нехватка врачей, нехватка среднего медицинского, младшего медицинского персонала. Обусловлено это и низким уровнем зарплаты, и тем, что выпускники медицинских вузов не хотят идти в здравоохранение. Область совместно с муниципалитетом ищет пути этого решения. Это и есть такие пути решения, как это предоставление жилья молодым специалистам. Есть один из выходов решения, это помощь на первоначальном этапе для молодых специалистов. Но никто не может отрицать того, что за последние два года полностью преобразилась городская больница. Было вложено и в основной корпус более 30 миллионов рублей. В этом году, в 2012 году, более 13 миллионов рублей вложено в пристрой к терапевтическому корпусу. То есть больница-то меняется, меняется оборудование больницы, меняется коммуникация, больница продолжает жить, будет жить. Меняется транспорт, который принадлежит больнице, транспорт скорой медицинской помощи. Поэтому говорить здесь о полном запустении здравоохранения, я думаю, не имеет смысла. То есть здесь как раз плюсы, которые проявляются. Виктор Владимирович. Я считаю, что здравоохранение у нас развивается, деньги вкладываются большие, но у нас больное общество. А в чем это заключается? Что человек болеет не только физически, он еще нравственно болеет. А нравится в чем заключается? Он ждет, что кто-то ему поможет. И в итоге идет в больницу, раз есть у него сертификат медицинской помощи, ему там приписывают. И врачи превратились в менеджеры фармакологической промышленности. Аспирин тебе не поможет, анальгин тебе не поможет, тебе поможет только вот это, который стоит 2-3 тысячи. И в итоге большая часть денег тратится именно на фронт. Хотя лучше бы здоровый образ жизни он вел, и было бы гораздо эффективнее. Да, у нас есть железнодорожная больница, была, функционировала на протяжении, все знают про эту больницу. У нас город Железнодорожников. В итоге, это город Железнодорожной больницы, сейчас у нас ликвидировано. А железнодорожники, это машинисты, и кто имеет отношение к железной дороге, они же облучаются токами высокой частоты, большое напряжение, смертность у них очень большая. И в итоге город Железнодорожников оказался без обслуживания, медицинской помощи. Просто на постоянной ездить в Сызр, в Самару, куда угодно. Но в Октябрьске очень плохо. Да, когда ее ремонтировали, к чему речь иду? Железнодорожная больница. Железнодорога ее ремонтировала. И на протяжении целого года не могли отремонтировать дорогу. И город ничем не мог помочь. Только после того, когда жительница, живет на улице Северной, возмутилась, написала в управление железной дороги, и там в течение двух дней обязались сделать, и дорога была построена. Я к чему речь иду? Что жители отставили свои права, должны обязательно. Не только надеяться на депутатов и исполнительную власть. Соответствии с законом, разумеется. Уважаемые коллеги, я думаю, что я не так вот серо, когда обрисовал мой оппонент. Ситуация более понятна нам. Железная дорога – это государство в государстве. У Железной дороги рядом два города – Сызр и Октябрьск. И принимать решение, какую больницу, какую поликлинику сократить. Соответственно, принимается это на уровне не муниципалитета и не на уровне области, а в Москве. Поэтому по каким-то причинам, да, то есть понятным только руководству РАО РЖД, да, была сохранена Сызранская узловая больница и была ликвидирована Октябрьская железнодорожная больница. Но хочу отметить, что на сегодняшний день в здании Октябрьской больницы работает учебный пункт, где люди обучаются, где люди работают. То есть, да, там нет больницы, но это здание не запустило, его не снесли. То есть, они его благоустроили и организовали учебный пункт, где сейчас обучаются те же железнодорожники, где сейчас обучаются те же помощники, машинисты. Проходит повышение квалификации и так далее. То есть, здесь говорить о том, что, ну да, железнодорога приняла, но что железнодорожники пострадали от того, что ликвидировали больницу или город от этого пострадал. Да, может быть, пострадали отдельные люди, которые считали, что этот врать лучше, а этот хуже, да. Но здравоохранение в данном случае, я считаю, что не пострадало в городе и никакого-то улучшения очередей и так далее, этого не видно же. Продолжение железнодороги я дополню. Железнодорога вместе с ЖКХ, город Октябрьска, сливает в Волгу неочищенные конвенционные стоки, которые помимо государственных, городских, железнодорожные, а это нефть, мазут и все технические жидкости. А город ничего не может сделать, хотя город может запретить. Кстати, железнодорога деньги пласят в город, деньги эти растворяются. Сейчас проходит проверка по этой части. По вопросу стоков Волгу, это вопрос экологии, я знаю то, что у вас был успешный опыт по борьбе с загрязнением окружающей среды. То есть, 10 октября 2011 года Октябрьский городской суд частично удовлетворил ваши требования по прекращению использования свалки и твердых бытовых отходов под Октябрьском. И признал незаконность действий главы администрации города по размещению данной свалки. И обязал обеспечить контроль за освобождением площадки от мусора. Ну, то есть, просто приказал убрать эту свалку. И на каком этапе сейчас данная тема, данная история? — Подключилась работа Сызранского экопрома, которая выводит мусор из города Октябрьска. — А куда? — Ну, куда? В Сызранский район, где-то захороняют. Я считаю, что это неправильно, потому что нужно более эффективно использовать мусор. Во всем мире сортировка, переработка мусора. У нас говорят нерационально. Я говорю, давайте, я вам предлагаю, возможно, давайте я это дело налажу. Желания нет. Я с удовольствием этим делом занялся. — Анатолий Евгеньевич, как такое возможно? — Давайте поговорим тогда о полигоне временного хранения мусора, который находится в городе Октябрьске. Все прекрасно понимают, что для обустройства полигона в самом городе Октябрьске просто нет ни площадей, ни возможностей, ни свободной земли для его размещения. Строительство полигона — дело не столько, во-первых, не дешевое, во-вторых, не столь быстрое. Это мы видим и на примере Сызрани, где происходят конфликты и с Сызранским районом по расширению этого полигона и так далее, и так далее, и так далее. С закрытием, да, мы получили решение, я как представитель представительного органа, да, мы получили решение о закрытии этой свалки. Свалку закрыли. Чем это обернулось для Октябрьска? Пришлось в срочном порядке искать организацию, которая бы выполняла эти работы, раньше выполняла МУП жилищное управление, временно складировала, пришлось искать организацию. Единственная специализированная организация на территории Правобережья — это СМУП и КАПРО. Они пошли нам навстречу, не имея технической возможности, они пошли нам навстречу и начали возить. Плечо подвоза в данном случае, благодаря этому решению суда, вместо 4 километров от Октябрьска увеличилось до 80. Соответственно, машина за день могла проходить, вместо 5-6 рейсов, могла проходить только 2, максимум 3. Дальше, во что это вылилось? СМУП и КАПРО в конце прошлого года смог, наконец, закупить еще транспорт, для того, чтобы организовать вывоз из двух муниципальных образований. До этого это все превратилось в то, что мусор просто физически, и КАПРОМ не мог вывозить, ну, физически не мог вывозить из-за длиннейшегося расстояния и из Октябрьска, и из Сызрени. Что касается организации свалки, да, все мы прекрасно понимаем, что ни одно муниципальное образование не хочет иметь на своей территории такой прекрасный объект, как полигон захоронения. Это мы видим сейчас, вот последний пример, это был, как в Междуреченске принимался решение администрации Сызранского района, о размещении рядом с Междуреченском, как там жители выступили. Также, я думаю, и жители города Октябрьска не хотят иметь на территории города Октябрьска полигон захоронения этих отходов, которые бы, грубо говоря, все те же проблемы. И в Сызране мы видим проблему, что мусор горит, дым идет, дым идет на территорию Сызранского района, на территорию Сызране. Поэтому здесь проблема, она однозначно не решается. Здесь нужна комплексная проблема. Она разрабатывается в области. Есть стратегия, движение в этом направлении. Если я не ошибаюсь, это свалки уже 50 лет. Вот сами поймите, насколько застарела проблема организации свалки. Она ведь не сегодня родилась. Что была свалка, вдруг она заполнилась, а органы местного самоправления ничего не делают для этого. То есть, Виктор Владимирович, получается, вы сдвинули такую 50-летнюю глыбу? Свалка, когда она функционировала. Если бы вы видели, сколько там машин приезжало из города Сызране, из Шигонского района, все свозили мусор туда. Там привозили отходы из завода, пластик, отходы от Жигулей, вот эти вот обшивки ковров, обшивки. Даже горела смола, которую привезли, и там горело. Жители возмущались. Там у них Чернобыль свой образовался. И помимо своего мусора мы, получается, перерабатывали мусор, который ложился в легкие жители города Октябрьска. Поэтому я поражаюсь, почему мы должны действительно сжигать мусор. Кстати, во всех странах, Китай, Индонезия, Сингапур, не говоря о развитых Германии, Америке, мусор перерабатывают. Я не могу понять, почему мы не можем этот вопрос решить. Проблему нужно не создавать, проблему нужно решать. Это уже вопрос к бизнесу, а не к власти по переработке мусора. А что касается Шигон, в Шигоне своих полей полно, чтобы выкидывать мусор и везти его отдельно, грубо говоря. То есть в Шигоне своих свалок они ликвидируют ежегодно сотни тонн. Поэтому я думаю, что возить их просто смысла нет теоретически. Если кто их туда и возил, эти отходы пластмассового производства, то это те люди, которые изготавливают в Октябрьске те же пластмассовые детали и обрезки. Ну вот, если продолжать тему экологии, вот есть информация от жителей Октябрьска, что в районе вашего города, в район Первомайск, вода не соответствует нормам. То есть она желтого цвета, с болотным запахом. Роспотребнадзор не разрешил там даже размещать прачечную. Ну, получается, для питья вода пригодна. Как такое может быть? Почему люди пьют воду, которую стирать нельзя? Может быть, Виктор Владимирович? Ну, почему? У нас самые большие тарифы по сравнению с Изранью и другими органами. Они, Сызранцы, удивляются. Вы что, не на Волге находите? По грибах вода стоит, выжимная. Вода имеется в наличии во всем городе. А вот тарифы самые дорогие. Я понимаю, там типа в Красноармейске большие тарифы. Ну, там за сколько там километров? За 15-20 магистрализуют. А то и больше они рассказывают. Но мы живем на Волге, у нас большие такие тарифы. В Самаре, я понимаю, у нас город маленький. Но все равно какие-то вопросы должны решаться. Да, но есть какие-то проблемы. Вот я считаю, проблема в системе ЖКХ. Нужно как-то ее решать. Кто у нас старший там? Руководитель ЖКХ. Он не справляется. Нужно убрать, поставить другого. Не справляется, другого нужно убрать. Ну, что такое, у нас на протяжении довольно продолжения времени один начальник ЖКХ. Сейчас его сместили, поставили родственника, как говорится, я не могу это понять. Преемственность? Преемственность я вижу, конечно. Анатолий Евгеньевич. Ну, не совсем справедливо, я думаю. Это вот как бы, вот смотрите, что произошло с 2010 года по сегодняшний момент, да? Я считаю, мы на сегодняшний день, уважаемые коллеги, разделили в Октябрьске функции ресурсоснабжающих организаций и функции организации, обслуживающий жилищный фонд. Это, считаю, большой плюс. То есть, есть ресурсоснабжающая организация, муниципальный университет, жилищное управление. Есть организация, обслуживающий жилищный фонд. Это УК Первомайский. Все мы слышали, что в послании, не в послании губернатора, а выступление губернатора в городе Тольятти, о чем говорит губернатор, разокрупнение управляющих компаний. И я думаю, что мы пойдем по этому пути. То есть, это будет. Дальше. Следующий вопрос. Но где взять столько специалистов, которые смогли бы управлять жилищным фондом? Извините меня. Управлять жилищным фондом, это ведь не кран в квартире. Это не только кран в квартире поменять. Это еще куча нормативной документации. Большой объем нормативной документации, которую нужно знать, которую нужно исполнять, за которой нужно следить. Также это набрать специалистов и так далее. Поэтому я считаю, что разделение управляющей компанией ресурсонабжающей организации, да, это плюс. Сейчас все проходит. Мы видим, что на сегодняшний день происходит медленно, может быть, не так, как мы хотели быстро, но происходит благоустройство Октябрьска, происходит вырезка деревьев, происходит установка малых форм во дворах, происходит ремонт подъездов. Да, мы, может быть, хотели бы и темпы увеличить, но на данное. А то, что не меняется, ну извините, у нас сменился начальник, замглавы администрации, руководитель управления ЖКХ. Сменился, сменился, это объективно. Его, ну, кадровое решение должен принимать, скорее всего, наверное, глава города, а не жители своим голосованием. Жители своим голосованием могут выбрать управляющую компанию, то есть вот к этому должны, наверное, Центр общественного самоуправления подвигать жителей, что они должны выбрать. А если жители нравятся, как управляет эта управляющая компания, молчат об этом, да, то есть надеются на нее, ну тогда, извините, значит, не все так плохо в этом Октябрьске, в нашем славном городе, да, значит, не все так печально, как рисует мой оппонент. Людей устраивает, люди знают, куда им идти, зачем им идти, люди понимают, что при всех вот сложностях, да, власти Октябрьска все равно стремятся сделать лучше, сделать чище и так далее. В этом году мы по наказам избирателей только установили 47 светильников, которые, как бы, да, может быть и недостаточно этого, я не говорю, что вот мы там, но мы начали эту работу. Мы установили порядка 10 детских площадок, тоже начали эту работу, и никогда мы ее не продолжали. В городе Октябрьске в единственное за последние два года установилось 3 больших спортивных площадки. В Самаре, если разделить на количество жителей, такого нет. Да, в этом году Самара, мы видим, форсирует это, что губернатор сказал, что в Самаре будет установлено 10 спортивных площадок, но так в Октябрьске уже 3. В Октябрьске планируется открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, который тоже много лет не достраивался. Он откроется в этом году, либо в мае, либо ко дню города и так далее, то есть нельзя говорить, что в Октябрьске стагнация. Вы опередили вопрос, потому что в том же самом рейтинге муниципалитетов за 19-й год культура, физкультура и спорта была тоже на одном из самых последних мест по Октябрьску. Но, как я понимаю, выправляет ситуация? Ситуация выправляется. Наши дети завоевывают призовые места на чемпионатах области. Наши дети завоевывают призовые места на каких-то соревнованиях межмуниципальных, на кубках и так далее. Нельзя говорить. У нас прекрасная спортивная школа работает. Там работают люди, специалисты своего дела. Дети ходят в эту спортивную школу на улице Ватутина. И посещение увеличивается. Я еще раз хочу обратить внимание. Вчера мы только были с депутатами на выездное заседание в физкультурно-оздоровительном комплексе. Комплекс прекрасный. Два бассейна, два спортивных зала. То есть, вот он откроется в мае. Комплекс делан по последнему, как бы, вот, слову науки и техники. То есть, у него собственная котельная, собственная скважина, из которой он берет воду. Сейчас вот проводятся просто доводочные работы. Я думаю, дети тоже будут заниматься, в том числе и водными видами спорта. Я напомню, телефон прямого эфира 984646. Звоните, задавайте свои вопросы. И напомню вопрос для голосования. Кого из наших гостей вы поддерживаете? Если Анатолия Черного, звоните 916-416. Если Владимира... А Виктора Владимировича Русина, 916-417. Звонок бесплатный. Физкультурно-оздоровительный комплекс. На протяжении пяти лет он стоял без мозга у нас. Как его не могли ввести в эксплуатацию? На официальный запрос определенных депутатов, был такой волонец Николай, который пытался что-то сделать. Ему отвечали, что администрация и город не шевелятся. А почему мы обязаны за вас делать эту работу? И поэтому пять лет прошло, ничего не делали. Сейчас, когда полномочия главы в октябре месяце уже окончились, сейчас пытаются что-то показать, что что-то сделано. Сейчас власть зашевелилась. Я признаю. Я хотел бы вернуться к проблеме ЖКХ города Октябрьска, потому что мы упоминали сегодня о том, что что-то делается. Но все равно есть какие-то проблемы, которые еще требуют доработок, требуют решений. Вот я хотел бы спросить Виктора Владимировича, вы можете сказать какие-то моменты, которые вам известны? Те моменты, которые требуют пристального внимания со стороны законодательно-исполнительной власти? Что я вам скажу? Вообще-то я такое скажу, что это будет революция в мозгах. Люди могут понять. Вот, например, железная дорога. Договор с МУП ЖИЧНО УПРАВЛЕНИИ. Она платит деньги. Я не могу сказать, там, 3-5 миллионов она платит. Ну, так, для них это ерунда. Но она им платит за то, что ЖКХ поставляет воду, которую сбрасывают они очищенную... Ну, не очищенную, сбрасывают в Волгу. Раз. Ну, ладно. Очистые мы поняли, что они уже есть решение суда, что незаконно. Но здесь еще один вопрос возникает. Железная дорога в Волгу, воду она не потребляет. Она ее сама производит. У них стоят три скважины на территории железной дороги. И получается неучтенный сброс воды. Получается, эти деньги растворяются в ЖКХ. Вот я признаки фальсификации вижу. Это признаки, все. Но я не могу это утверждать. Поэтому сейчас органы, вот сейчас 3 месяца проходят. Ревизию заказали. Следственный комитет, прокуратура должны ответить на вопрос. Где деньги, Зина? Мы после блока новостей предоставим слово Анатолию Евгеньевичу по этому вопросу. Оставайтесь с нами. Разворот в Сызрани. Мы вновь в эфире. У нас вот сразу звонок в студию. Давайте посмотрим. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Убавляю, да, в звуку мою. Здравствуйте, я житель города Октябрьска. И слушаю вашу передачу. И вот не удержался поучаствовать, так сказать. Мне давно неприятие вызывает не только ни одного позиция наших городских депутатов. От города, которых я давно знаю и многих знаю. И будучи старт депутатом, мы их не видим и не слышим. Вот Анатолий Евгеньевич, по-моему, гость, да, в вашей передаче? Да, черный Анатолий Евгеньевич. Да, Анатолий Евгеньевич. Ну вот он, конечно, ему будет адвокатом работать в администрации, а не депутатом. Мне кажется, он ни в свои сани сел. Дело в том, что вот так продекларировать все, что происходит, это происходит не благодаря, как бы вот, по сложившейся традиции все это делается. И ничего тут выдающегося такого и не происходит. А то, что Анатолий Евгеньевич выдает это за работу активную администрации и депутатского корпуса, это совсем не так. Вот у него сплошные оправдания по многим позициям. Касаемо железной дороги. Да, железная дорога правильно поступила. Сбросил всех пенсионеров, железнодорожников. Он давно ходил в больнице, УЗИ проходил или какие-нибудь другие процедуры. Вот сейчас можно на сентябрь, наверное, записаться. Но я, может, утрирую, может, даже на август. Вот это все от того, что груз, наши, так сказать, членовщебные заведения, они непомерны. Потому что больным железнодорожникам, если нужно поехать в железнодорожную больницу, она за Усиловским обрагом в Сызрине. Вы представляете, как больному человеку добраться туда? Это уродливое явление. И я больше уверен, что администрация города и депутатские корпусы никаким образом не препятствовали такому решению. Потом железная дорога, опять спросите, я счастлив. Вот они, вот все болезни, ну, большинство болезней в городе от железной дороги. Они проходят, вот эта ветка железнодорожная проходит и засоряет наш город таким образом, шумовыми, шумовым воздействием, выхлопами всевозможными от пассажирских вагонов, эти туалеты, моча, это все высыхает, на железной дороге идет ветром, на огороды, потом все это съедается. Вы понимаете, вот проблемы в городе очень большие, и их администрация не решает. А депутаты, как роботы, понимаете, вот я как-то присутствовал, поднимают, вот отработают документы, которые уже по 10 лет, нужно просто, ну, автоматически нужно провести в силу, чтобы поднять им руки. Вот это все происходит. Спасибо за вашу позицию. Прекрасный у нас на проивалке. Его закрыли, изуродовали. Вполне работоспособный, действующий. Вот здесь, что я буду сказать. Будьте добры, озвучите ваш вопрос. Ну, простите, что я увлекся. Просто у нас формат прямого эфира не позволяет. Я понимаю. Ну, вот я хочу сказать, что и во многом другом. Я могу быть оппонентом у Анатолия Евгеньевича очень долго, но он давно приходил к своим избирателям, нет? Ну, давайте и зададим этот вопрос. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Вот хотел бы послышать, как он работает как депутат, а не как работает администрация. Спасибо. Анатолий Евгеньевич, варьируйте. Уважаемый Александр Петрович, спасибо вам за вопрос. Что хотелось бы ответить? Давно ли я приходил к своим избирателям? Я был у них буквально вчера, и те, кто хочет меня найти и видеть, я всегда готов встречаться. Я человек вообще публичный, да? Мои телефоны есть в открытом доступе. Кто хотел, тот дозвонился, в данном случае, Александр Петрович. То есть, кто хочет со мной общаться, а это многие муниципальные учреждения, многие учреждения культуры, здравоохранения, дом молодежных, организации, мы с ними прекрасно общаемся, мы с ними находим общий контакт, мы решаем какие-то проблемы. Если жители хотят меня видеть и слышать, они всегда меня могут увидеть и услышать. То есть, оставить, если уж в крае могут оставить заявку в Думе, сообщить в Думу, я обязательно созвонюсь, и обязательно будем разговаривать и решать проблемы те, которые будут поставлены. Что касается железной дороги, да, которая вот красная линия проходила в вашем выступлении, да, железная дорога, понятно, что она несет не только те позитивные, да, моменты, это и рабочие места для города, это и налогообложение, это и налоги для города, это и развитие города железная дорога. Без железной дороги, поверьте мне на слово, Александр Петрович, не было бы Октябрьска. Октябрьск, наравне с Сызрами, является крупной железнодорожной станцией. Депо, Октябрьское депо, оно является крупнейшим, одним из крупнейших на железной дороге. Поэтому так вот огульно, да, там, вот железную дорогу хаять, этого делать нельзя. У нас еще телефонный звонок, давайте послушаем. Звонок, к сожалению, сорвался. Я напомню, телефон прямого эфира 984646, звоните, задавайте свои вопросы. Также напомню вопрос для голосования. Кого из наших гостей вы поддерживаете? Если это Анатолий Черный, телефон 916-416, если это Виктор Русин, телефон 916-417. Звонок бесплатный. Звоночек у нас в студии. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. В общем, я, что хочу сказать, я житель города Сызрани, но я как бы родился, вырос в Октябрьске. И вот мое мнение такое, что город немножко депрессивный стал. А в Сызрани или Октябрьск? Работы нету, дороги все разбиты. И когда вот въезжаешь, первое, что бросается, все дома, в основном многие сгоревшие. И то, что вот депутат уважаемый говорит, что что-то делается. На самом деле, я вот, когда приезжаю из Сызрани раз в год в Октябрьск, я изменений на протяжении 10 лет никаких не вижу. А то, что вот депутаты как бы озабоченные, что они делают, что стараются, показывают, отчитываются, но результатов я не вижу. Вот, что я хотел сказать. Спасибо. А насчет оппозиции. Я оппозиции тоже как бы особо не верю, в том плане, что у них тоже нет того, чтобы они говорили, чтобы я слышал, что они хотят сделать, как они это будут делать. Они тоже говорят общие фразы. Спасибо за вашу позицию. Ну, это камень в ваш огород. Опять-таки. Никто, уважаемые слушатели, не представился, да, никто не говорит о том, что в Октябрьске все светло и радужно, да, то есть, потому что есть проблемы, есть те предприятия, которые раньше работали в Октябрьске, они просто по объективным причинам развалились, они по объективным причинам пришли в упадок. Это есть объективная причина, но смена экономического строя, я об этом говорить не буду. Что касается оппозиции, да, все говорят, что Дума и что представительный орган и исполнительно-распорядительный орган, вот у них там благооденствие. Не верьте этому, потому что мы спорим, мы доказываем свою правоту, мы пытаемся, пытаемся, и иногда получается какие-то вопросы решать, но мы всегда находим тот консенсус, тот необходимый консенсус, который необходим. Мы не Украина, да и не Украинская Рада, и не ждите, уважаемые жители Октябрьска, что мы начнем там какие-то жесткие дебаты. Нет, мы всегда найдем тот консенсус и депутаты, который необходим для принятия тех взвешенных решений, которые требуются. Виктор Владимирович, что я могу сказать? Я могу сказать, что в итоге действительно и нарушаются, в итоге нарушаются права граждан, которые к этой группе ни к исполнительной, ни к административной власти, они не относятся к этой категории. Нарушаются права жителей города Октябрьска, и они только ходят и жалуются, кто в прокуратуру, кто в милицию, и ходят. Коэффициент полезного действия минусовой, поэтому пока не будет сменяемость какая-то определенная, и нет, извините, я не правильно сказал. Давайте мы будем выполнять законы, которые есть, не ругать, что законы плохие, законы есть, их нужно выполнять, а сейчас за что возьми, незаконно, незаконно, незаконно. Поэтому нужно принимать меры. У нас снова звоночек, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, говорите, а вы в эфире. Здравствуйте. Это звонит вам из Цызрани. Вы в эфире говорите. Вот вы сказали, что больница железнодорожная в Зусинском, она давно развалилась, во-первых, и там разбомбили все, и оставили узловую поликлинику, где оплата 60% за деньги принимают, за деньги, а не рабочих, в смысле пенсионеров и прочее. Вот как вы это можете объяснить? В Октябрьске нет больницы стационара, в Цызрани нет больницы стационара. Если железнодорожник заболел в Цызрани, то его везут на рудник. Это в Цызрани на рудник или на СНПЗ. Вот объясните, как это? Такое здание было, столько врачей было, стационар был, все было прекрасно, а сейчас ничего нет. Это как? Объясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Вопрос, да. Спасибо. Будет ли где стационар железнодорожный открытый или не будет? Это в поликлинике есть дневной стационар, это сделали уколы и до свидания. Вот. А положить больного, это надо ехать в городскую больницу. Мы поняли ваш вопрос, спасибо. Кто из наших гостей? Уважаемые коллеги, я даже не знаю, как прокомментировать, конечно, это имеет частичное отношение к нашим. Понятно, что бывшие железнодорожники, которые привыкли, что железная дорога в свое время строила везде больницы, строила везде дома, строила везде это, привыкли, что у них всегда все было под боком. Была такая социально-экономическая формация, то есть и были средства. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент получается так, что новые экономические реалии диктуют железные дороги такие условия, что она не может себе этого позволить. Поэтому я думаю, что все зависит вот именно от этого. Владимир. Ну что мне могу сказать? Что депутатский корпус, я придерживаюсь своего мнения, я вначале это озвучиваю, что они позволяют административно-исполнительной власти нарушать права граждан. Просто-напросто. Хоть у них и жаркие дебаты, но в итоге результат, а результат смотрим какой, отрицательный. Вот и все. Ну, смотрите, вот мы говорим об одних минусах. То есть, что бы ни сказал Анатолий Евгеньевич, все остается под сомнением. Получается, что слова расходятся с делом. Но вот в Октябрьске, например, прошел первый межмуниципальный фестиваль театра. И данный фестиваль шел неделю, город все-таки живет культурной жизнью, например. Правда, смущает активность, о которой вы говорили, горожан. Людям ничего не надо, очень много бесплатных спектаклей было. И если была какая-то плата, то нам чисто символическая, не более 50 рублей. Ну, неужели народу это неинтересно? Я хочу сказать. Вот понимаете, я почему считаю депутатский корпус ответственный за существующее положение дела? Они задают, как это назвать, вектор, продигму, по-разному можно назвать, движение людей. А движение людей, от мыслительный процесс, получается, что все равно ничего не сделаешь. Все равно, как было, так и будет идти. Только мы сможем что-то сделать. Мы же сейчас говорим о жителях. Я про то и говорю. И у жителей формируется, что я ничего не могу сделать. Все равно ты не добьешься. Бесполезно, с властью это бесполезно. Это система, понимаете. В театр не могут они сходить. А у них голова забита другим. Они вот потребительскими свойствами забиты. Они не видят про культуру. Культура не развивается. Мы как-то передачу вели в декабре месяце о преемственности поколения. Вот я считаю, у нас преемственности нет. И мы голосование проводили. Это действительно, многие это поддерживают. Потому что у нас результат какой-то. Большая часть молодого поколения готовы старшего поколения ограбить, обворовать, притеснять как-то для того, чтобы материальные блага у них отобрать. Просто-напросто. Посмотрите на молодежь. И все будет сразу ясно. Я их не ругаю. У нас звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Говорите. Это Октябрь. Говорите. Мы вас слушаем. Я здесь вот к какому вопросу хочу обратиться. В 2011 году, перед выбором, как говорят, депутаты в Госдуму и в правительстве, город Октябрьску было выделено 260 миллионов рублей. Это было говорено в августе месяце. Мы думали, как говорится, гражданин, раз нам такие деньги выделили, значит, город, как говорится, поправится. Построят дороги. У нас не хватает детсада, значит, уборка мусора, ну, очистные сооружения у нас уже 20 лет иются без всякой очистки. А фактически ничего за это не случилось. Так теперь, значит, с этой дорогой, вот, кажется, с больницей. Вы понимаете, какое дело? Вот эту больницу начали строить в 2000, то есть это в 1960 году. Это после войны прошло 15 лет. Кругом разруха. Притом здесь мы помогали, значит, Кубе, Северной Корее, Вьетнам. Здесь ракеты строили, Гагарин и все, и тому подобное, да. Но все же за титанический труд. Я, как говорится, говорю этому городу Октябрьскому, скажешь, как машинисту, там вся железная дорога работала на фронт и на Целину и на тому подобное. Мы, значит, выделили, значит, железную дорогу, то есть это железнодорожную больницу построить, четыре этажа, школу, значит, выделили и дом культуры. И вдруг в 2004 году, значит, все наши бедоначалиста, как вот к нам, значит, пришла, значит, вот, что умер у нас, утонул Языков. Алло. Да-да-да, вы говорите, а лучше задайте, пожалуйста, вопрос. И буквально через три дня приехали в Сызрани, значит, завод разбомбили, все оборудование, знаешь, увезли в Сызрань. Какие страсти вы рассказываете. Это, как говорится, на пластмассовый завод туда, это Симонов, как говорится, да. И после этого у нас, значит, пошло все вниз. Все железные дороги отдали, в общем, все производства, металлоизделия, в общем, все отдали в Сызрань. У нас ничего, даже отдали в Гаргасы. Гаргасы в Шигонах командуют городом. Где это было видно такое, а? Ваш вопрос, пожалуйста. Будьте добры, задайте, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям. Алло, не понял. Задайте, пожалуйста, вопрос нашим гостям. Ну вот почему такая у нас, как говорится, 20 лет Чесны, прямо в Волге, идешь на пляж, там гондон и говно плавает. Это у нас до каких пор такая... Спасибо за ваш вопрос. Ну, господа, вот так вот эмоционально, но правдиво, наверное. Я думаю, что Чесны, не думаю, а даже уверен, Чесны в этом году будут достроены, деньги выделены в областном правительстве. И это, как бы, проблема-то она тоже идет, извините меня, не от нашего депутатского корпуса, там, да, не три года и не два с половиной, а уже, это только данный вот молодой человек помнит, что 20 лет. Я думаю, их никогда и не было в Октябрьске, очистных сооружениях. Я помню, их были. Ну, были когда-то, 50-е годы, 60-е годы. В 70-е годы, я помню. Вот, то есть, вы понимаете, 40 лет, когда их нету, доделаем в этом году, это однозначно. По поводу участия молодежи, участия жителей, да, я посоветую своему оппоненту обратиться в управление по молодежи, управление по культуре, поучаствовать и в Октябрьской фишке, и в организации международного кестиваля кино детям. И ездят дети и на новогодние балы, и в Самарскую губернскую думу, и ездят и в Кремль на балы, и участвуют и в «Роке над Волгой», и в Грушинском фестивале. И есть прекрасный у нас дом молодежи, организация проводит, я думаю, что она единственная, экскурсия по Октябрьску, очень красивая. И честнее молодоженов, День молодежи, есть активность. Зря об этом все говорят. Город живет и город развивается. И если человек в этом не участвует, да, хотя он и говорит, что у меня центр общественного самоуправления, и находится-то он рядом с Домом молодежных организаций, обращайтесь к Веронике Вячеславовне Блюдиной. Она вас задействует тоже. Я вас, например, вот даже в КВН мы участвовали, я вас не видел. У нас... Я хочу сказать, плясать и петь мы все можем, но нужно еще созидать, кроме этого. У нас буквально три минуты до конца эфира. Вот давайте последний вопрос. Скажите, а какими вы видите будущее Октябрьска? Все-таки позитивным или негативным? Анатолий Евгеньевич. Я думаю, что будущее Октябрьска, оно позитивно, и на это есть, на это есть объективные причины, которые... Я понимаю, что люди, может быть, устали, да, люди, может быть... Но если люди не выходят на улицу, да, если люди не участвуют в митингах, которые организует мой оппонент, да, то я думаю, что здесь и людям-то это и не надо. Люди живут, считают, что они живут так, что так правильно. И если там четыре человека выходят на митинг, ну, значит, все их устраивает в этом городе. И город будет развиваться, и будут вкладываться и в медицину, и в образование. Будут строиться новые детские сады, ремонтироваться школы. Кстати, завтра в 11 часов мы открываем отремонтированную восьмую школу. Приглашают все. То есть я считаю, что будущее позитивно в Октябрьске. Спасибо. Виктор Владимирович, буквально одну минуту. Одна минута. Я совершенно согласен, поэтому когда жители почувствуют себя не потребителями, а именно гражданами, они будут свои права отстаивать, и они будут поддерживать именно позитивную точку зрения. Но я считаю, что город Октябрьск будет развиваться, а власть должна освобождаться от балласта. Балласта что это такое? Это кто не производит дополнительные ценности материальной, духовной, культурной. Только пляшет и поет. А вот и все. Спасибо за вашу позицию. Я объявляю итоги голосования. За Виктора Владимировича Русина проголосовало 70% наших слушателей, а за Анатолия Евгеньевича Черного 30%. Анатолий Евгеньевич, есть куда расти? Нет. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Надеюсь, что мы еще вас пригласим, поговорим о проблемах Октябрьска. Это был разворот Сызр.